Привет! Сегодня мы разберем еще один цельный вариант ДВИ по математике. Если пока что не довелось, то скачивайте вариант по ссылке в описании к этому ролику и решайте, решайте, решайте. Затем смотрите этот разбор, в котором легкие задачи показаны коротко и ясно, трудные задачи объяснены как полагается, но если будут вопросы, обязательно задавайте. Мои решения от авторских имеют существенное отличие, так что будет над чем призадуматься. Поехали! Найдите значение функции в точке 2, если сама функция задана. Эту задачку осилит даже мой контуженный код. Берем двоечку и подставляем вместо всех иксов. Дальше приводим дроби к общему знаменателю и получаем ответ в этой задаче. Ответ 2. Мое почтение всем абитуриентам МГУ, умеющим складывать дроби. Следующий номер. Найдите сумму квадратов корней уравнения. Для такой цели пригодится теорема Виета. Наше уравнение является приведенным, значит произведение корней равно пятерке, а сумма корней равна минус-минус семерки. Возведя обе части второго уравнения в квадрат, мы как раз получаем сумму квадратов корней. Побочно выскакивает удвоенное произведение, но его мы знаем из первой строчки системы, так что теперь уже можно писать ответ. Ответ 39. Да, с такой задачкой мой код уже бы не справился, но я надеюсь, вы справились. Читаем условие следующей. Решите неравенство. Вот эта задачка полезная, потому что многие, кто готовится только к ЕГЭ, совершенно не знают, как решать тригонометрические неравенства. Сейчас увидим. Для начала, переставя слагаемые местами, преобразуем косинус двойного угла. Косинус в квадрате х минус синус в квадрате х. Но позвольте, это же формула разности квадратов. Давайте ее применим, чтобы получить произведение. Ну а затем, чтобы группировка удалась до конца, давайте вынесем косинус х минус синус х за скобки. А дальше, хотите верьте, хотите нет, но можно было бы использовать метод интервалов. Поработаем с левой частью нашего неравенства. Найдем нулей функции, так сказать. Либо косинус х равен синусу х, либо ноликом является второй множитель. Как решить первое уравнение совокупности, я думаю, вы в курсе. Косинус х равно нулю не является решением, значит, смело делим на косинус х. Получим тангенс х равно единичке. А вот второе уравнение делим на 2. Догадайтесь, зачем? Получится синус х на корень из двух на два плюс косинус х на корень из двух на два, и все это равно минус одной второй. Решение первого уравнения очевидно, а со вторым давайте поподробнее. Впрочем, если метод вспомогательного аргумента вам знаком, то мотайте вперед. А кому не знаком, пора бы познакомиться. Вот хотя бы косвенно сейчас. Посмотрите, корень из двух на два мы представили в первом случае как косинус х на четыре, а во втором случае как синус х на четыре. Зачем? Затем, чтобы получить синус суммы аргументов. А дальше дело техники. Синус равен минус одной второй. Это бывает либо в минус π на 6 плюс 2πn, либо в минус 5π на 6 плюс 2πn, где n, конечно же, целочислено. Перебросив π на 4 направо, получаем иксы. Минус 5π на 12 плюс 2πn и минус 13π на 12 плюс 2πn. Сейчас я зафиксирую этот успех в совокупности слева. Ну а вы проскиньте мозгами. Мы нашли нулей функции. Дальше-то что делать? А что обычно мы делаем в таких ситуациях? Да на числовой прямой отмечаем нулей функции. Вот моя слегка круглая числовая прямая. Удивлены? А чему тут удивляться? Сейчас мы спокойненько отметим нули функции. Точки будут закрашены. π на 4, 5π на 4. А вот еще две другие точки. И чтобы разобраться со знаками, подставим нолик вместо х. Косинус 0 это 1, так что будет 1 минус 0 на 1 плюс корень из 2. Супер, знак, плюс. А дальше чередование. Минус, потом опять плюс, потом опять минус. И можно уже писать ответ. Но разве что одна маленькая деталь. Вот бежим мы от минус 13π на 12 до 5π на 4. Это же получится не выделенная дуга, а целый круг захлёстом. Нам оно надо? Нет, конечно. А как исправить ситуацию? С помощью периодичности. К минус 13π на 12 прибавляем 2π. Получаем 11π на 12. И теперь уже с чистой совестью записываем обе дуги в ответ с учетом периодичности. От меньшего числа к большему. Если вдруг вы не поняли, что было сделано и зачем, просто спросите. Ну а сейчас начинаем четвертую задачу. Условие перед вами. Решите уравнение. Уравнение безобидное, так что обязательно пробуйте сами, а уж затем смотрите разбор. Сейчас перед вами появится ОДЗ, которое всегда стоит находить аккуратно. Даже в авторском МГУшном решении допущен недочет. Там забыли про х, неравный корню из 2. А я за компанию. Решил ошибиться в третьей строчке системы. Получается, ребят, вся надежда на вас. Так, по поводу решения. Давайте сделаем замену, чтобы вы поняли, какое простое уравнение перед нами. t равно 4 делить на t. Это в силу того, что правый легриф можно было бы перевернуть с ног на голову, поменяв основание с аргументом местами. При этом ОДЗ никак не сужается, это важно. Получается, что наш легриф, который слева, он либо двоечка, либо минус двоечка. Сейчас мы это и запишем. А после скажем, что аргумент легрифма равен либо х в квадрате, либо х в минус второй степени. Это будет равносильно с учетом ОДЗ, о нем мы вспомним в конце. Надеюсь, когда вы решали задачу сами, вы не раскрывали модуль просто по определению. Ведь есть более удачные равносильные переходы. Кто не понимает, спросите, они как раз сейчас написаны. Наше подмодульное выражение может быть либо х в квадрате, либо минус х в квадрате, либо 1 на х в квадрате, либо минус 1 на х в квадрате. Других вариантов нет. Третью и четвертую строчки легко свести к биквадратным уравнениям. Ну а в первой и второй вообще все понятно. Там либо х равен плюс-минус корню из трех, либо плюс-минус единички. Увольте меня, я не буду объяснять абитурентам МГУ, как решать биквадратное уравнение. Есть только одна маленькая деталь. Х в квадрате не может равняться отрицательному числу, так что четко выясняйте, что за корни вы получили. Так что хотя уравнение было четвертой степени, корню у него всего 2. Я про третью строчку совокупности. Ну а в четвертой строчке совокупности 4 корня, правда плюс-минус 1 уже написаны. Посмотрите на ОДУЗЕ и вы поймете, почему из 8 выписанных корней годятся всего лишь 3. Кстати, высший пилотаж, чего не сделано в МГУшных решениях, это расположить корни в порядке возрастания. На экзамене об этом даже не заморачивайтесь, однако числа сравнивать, конечно, нужно уметь. Если понятно, как это сделано здесь, то двигаемся дальше. Окружность радиуса 1,5 касается середины стороны ВС треугольника АВС и пересекает сторону АВ в точках Д и Е так, что АД к ДЕ к ЕБ относятся как числа 1, 2 и 1. Чему может равняться АС, если угол ВАС равен 30 градусам? Вот он, красавец, рисунок нашей задачи. Обратите внимание, тут есть какая-то большая окружность. На мой взгляд, она и была по условию задачи, просто какой-то подлец ее стащил, и так часто бывает. Сейчас мы докажем то, что эти две окружности концентрические. То есть центр окружности из условия задачки совпадает с центром окружности, описанный около треугольника АВС. Если центр окружности О, то в силу соотношений, которые задают точки Д и Е, мы получаем равенство отрезков АО и ОБ. Затем малая окружность касалась середины стороны ВС. Получается ВО равно ОС. А стало быть, все эти отрезки АО, БО, СО равны между собой. То есть О – это центр описанной окружности. Осмыслив это как следует, давайте запишем теорему о секущей касательной. Касательная БМ секущая БД. Получаем 3х на х – это квадрат стороны БМ. Откуда БМ – это корень из 3х? Стало быть, и ЦМ – тоже корень из 3х. Искать этот самый х можно было бы по-разному. Я это сделал с помощью треугольника АОН. Он сейчас появится, а также появится отрезок ОН, который легко выразить с помощью ХА и радиуса окружности ОД. А суть уравнения следующим. Отрезочек АО, будучи радиусом описанной окружности, можно было бы выразить с помощью теоремы Пифагора. Это, во-первых, и уже сделано. Ну а кроме того, наш спаситель в этой задаче – это теорема синусов. Мы знаем уголочек БАЦ – 30 градусов. Отношение стороны БЦ к синусу 30-ти – это и есть удвоенный радиус окружности. Радиус в квадрате отсюда будет 12х в квадрате. Приравниваем полученные выражения для квадрата радиуса и находим благополучно х. Он оказывается равен 1 второй. Найдя это значение, мы знаем уже почти все о треугольнике БАЦ. Мы знаем длины АВ, БЦ, знаем уголочек БАЦ, но в задачке просят длину стороны АЦ. Как же нам ее найти? Давайте добьем теорему синусов. Рисунок нам уже ни к чему, хотя вы можете к нему возвращаться. Подставим все, что мы знаем. А мы знаем, во-первых, сторону БЦ, корень из трех, синус 30-ти тоже все знают, АВ нашли. И теперь из равенства двух последних дробей получаем синус С. Это 1 на корень из трех. Дальнейший план действий таков. Зная синус С, мы попытаемся найти синус Б. Зная синус Б, мы найдем АЦ, это и просят задачи. Займемся деталями. Угол Б, это 180 градусов, минус сумма углов А и С. Соответствующая формула приведения позволяет понять то, что синус Б, это просто синус суммы уголочков А и С. Но позвольте, это же вновь известная формула. Формула синуса суммы аргументов. Синус А на косинус С, синус С на косинус А. И мы многое уже сейчас знаем. Синус 30-ти, это одна вторая. Косинус С оставим в покое. Синус С мы уже нашли 1 на корень из трех. Косинус 30-ти, это корень из трех на 2. Остался косинус С. И вот тут возникает маленькая любопытная деталь. Мы работали с треугольником АВС. Синус угла С получился 1 на корень из трех. Но мы не знаем, каков был угол С, острый или тупой. Если в первой ситуации косинус угла С будет корень из двух на корень из трех, то во второй ситуации минус корень из двух на корень из трех. С этим нужно считаться. Значит, наш синус B, если причесать это все как полагается, да к общему знаменателю, получится равным корень из трех плюс-минус корень из двух делить на 2 корня из трех. Ура! Сейчас я еще раз запишу результат нашей умственной деятельности, а именно значение синуса B. Затем выразим искомое АС из второй строчки. Там была пропорция. АС — это корень из трех на одну вторую, то есть два корня из трех, умноженное на синус B, который мы только что нашли. Отлично все сокращается. Получается ответ корень из трех плюс-минус корень из двух. Фух! Всем тем, кто никак не может поверить в то, что угол С может быть тупым, я посвящаю этот рисунок. Если убедил, то беремся за текстовую задачу. Велосипедист Василий выехал из пункта А в пункт Б. Проехав треть пути, Василий наткнулся на, так сказать, выбоину, вследствие чего велосипед безнадежно вышел из строя. Не теряя времени, Василий бросил сломавшийся велосипед и пошел пешком обратно в пункт А за новым велосипедом. В момент поломки из пункта А выехал мотоциклист Григорий. На каком расстоянии от пункта А он встретит Василия, если пункт Б отстоит от пункта А на 4 километра, а Василий доберется до пункта А тогда же, когда Григорий до пункта Б. Скорости велосипеда, мотоцикла и пешехода считать постоянными. Ребят, большая просьба, попробуйте сделать эту задачку просто и легко, как было показано в предыдущем ролике по варианту 16-го года. А показано там было вот что. С течением времени менялась удаленность наших действующих героев от пункта А. Это мы изобразили. Здесь у нас от С к ЦК это 1 к 2 по условию. Расстояние между А, Б 4. Гриша с Васей постречались в точке С. То есть мы ищем длину отрезка СК. Треугольник АЦД подобен треугольнику АКЛ. Коэффициент подобия 1 к 3. Если КЛ равно 4, а это правда, то ЦД это 4 трети. Дальше треугольник ЦДС подобен треугольнику ФСЕ. Коэффициент подобия 4 трети к 4. То есть вновь 1 к 3. И финальное подобие ЦДФ к СКФ с коэффициентом 4 к 3 дает нам длину отрезка СКУ. Единица. То есть ответ 1 километр. Задача решена. Беремся за стереометрию. В правильную треугольную призму с основаниями А, Б, С и А'Б'Ц' вписана сфера. Найдите ее радиус, если известно, что расстояние между прямыми АЕ и БД равно корню из 13. АЕ и Д располагаются на ребрах А'Б' и Б'Ц' соответственно. Притом делят эти ребра в указанном соотношении. Пробуйте одолеть эту задачу сами, ну а затем смотрите разбор. Первое, что вы должны осилить по условию задачи, это связь между ребром основания, боковым ребром призмы и радиусом сферы. Если сторона основания 6х, то из треугольника А2, Б2, С2 мы легко найдем радиус вписанной окружности. Ну а стало быть и всей сферы. Этот радиус оказывается корень из трех х. Именно эту величину мы будем искать. То есть наша задача по сути найти х. Мы знаем расстояние между скрещивающимися прямыми. Но где оно? Такой общий перпендикуляр пока что не удается построить. А давайте-ка построим плоскость, которая бы проходила через БД и при том была бы параллельна к АЕ. Пораскиньте мозгами, как это можно было бы сделать. Ну а я сейчас покажу. Смотрим на плоскость АВВ'. В этой плоскости есть и прямая АЕ, параллельно которой мы будем строить нашу плоскость сечения, а также есть точка B. Значит, наша секущая плоскость пересекает плоскость АВВ' по прямой параллельной к АЕ. Проводим ее. Это сделать легко, потому что мы знаем положение точки Е. Затем проводим прямую через спрятавшуюся, только что получившуюся точку S и точку D. Они находятся в плоскости верхнего основания. Хорошо, а как же дальше пойдет наше сечение? У нас есть параллельное основание, их пересекает секущая плоскость. Значит, пересекает их по параллельным прямым. Но как провести нам эту прямую в нижнем основании? BM' она будет называться. Давайте выясним соотношение. Где находится точка M? Вообще-то это необходимая часть в плане построения сечения. Бахаем терему минилая для треугольника B'A'C' и прямой MS, который пересекает стороны H'C', C'B' и продолжение H'B'. Ох уж эти мне штрихи. Кстати, терему минилая мы вспоминали в стереометрии 2016 года, так что постарайтесь ее одолеть. Здесь она позволяет выяснить отношение отрезков H'M' к M'C'. Это отношение 2 к 1. Все ребро было 6x, значит H'M' это 4x, M'C' это обязательно 2x. Так как же все-таки устроена прямая параллельная SM, исходящая из точки B, ну или B' для начала? Поскольку H'B' к B'S' это 3 к 1, то отрезок H'M тоже должен рубиться 3 к 1. То есть наша точка M' делит пополам отрезочек AC. Вот она во всей красе наша плоскость, и в частности желтенькое сечение. А теперь вопрос, ребят, зачем мы все это делали? Как вы думаете? Затем, что расстояние между AE и BD, это все равно, что расстояние между AE и нашей плоскостью сечения. То есть мы имеем право на AE взять любую точку, опустить из нее перпендикуляр на плоскость и искать соответствующее расстояние. Только вот вопрос, какую точку взять? А вы посудите сами. M' была середина AC, то есть B' это не просто медиан, это еще и высота. Получается выгодно взяться за точку A. Кликните паузу, подумайте, как устроен перпендикуляр, опущенный из точки A на плоскость желтенького сечения. Сейчас он перед вами появится. Для этого достаточно просто из A опустить перпендикуляр на M. Вот это АН и есть корень из 13, наше расстояние. Давайте формально это докажем. АН перпендикулярно M' по построению. Проекцией АН на плоскость основания является АМ', которая перпендикулярна БМ'. Значит и сама наклонная АН тоже перпендикулярна БМ'. Получается то, что АН перпендикулярно двум пересекающимся прямым в плоскости желтенького сечения. А стало быть, АН это и есть корень из 13. А дальше дело техники. Например, можно провести перпендикуляр МЛ и рассмотреть подобные треугольники АН' и МЛМ'. МЛ равно боковому ребру, то есть 2 корня из 3Х. А'М было 4Х. Значит, М'Л это обязательно Х. Стало быть, М'М это корень из 13Х. Из этого бесподобного подобия мы получаем пропорциональность соответствующих сторон, откуда без проблем находится величина 2 корня из 3Х. Она получается 13 третьих. Но нас просили корень из 3Х, радиус сферы, половина бокового ребра. Наш ответ – 13 шестых. И все, кто одолел путь к нему, большие молодцы. Осталась последняя, восьмая задача. Найдите все пары альфа и бета, при которых достигается минимум вот этого вот выражения. Напрягайте ваши синапсы, а затем смотрите разбор. Вот они перед нами, красавицы 4 дроби. Давайте сделаем замены, угадайте какие. И поймем, что все эти буквы А, Б, С и Д все строго положительны. Если вам доводилось бывать в восьмом классе, то, возможно, вы помните неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим. Очень красивая штука. Если вдруг еще не доводилось, то попробуйте доказать это неравенство. Кроме того, поймите, что случай равенства возможен только если Х равен У. Осмыслив это, давайте запишем то, что первое число А на Б, да плюс второе число Б на С, вот эта сумма обязательно больше и равна удвоенного среднего геометрического двух дробей. То же самое с С на Д и Д на А. Сами дроби, как и числа А, Б, С, Д, положительны. Преобразуем под коренные выражения, а затем еще раз бахаем неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим. Получаем просто-напросто четверку. В итоге сумма четырех дробей не меньше вот этого, которое равно вот этому, которое не меньше вот этого, которое равно четырем. То есть сумма наших исходных четырех дробей не меньше четырех. И ровно четыре может быть только если А равно Б, Б равно С, а С равно Д. Этому и посвящены ближайшие две минуты. С учетом обратной замены мы получаем простенькие уравнения. В частности, А равное Б дает квадратное уравнение относительно синуса, из которого синус либо единичка, либо одна вторая. Для таких значений синуса наши а и b обоюдно равны либо единице, либо двум с половиной. А если c приравнять к d, то получившееся уравнение можно даже назвать интересным. Возьмите паузу, поразмыслите над корнями этого уравнения. Мне с учетом замены удалось понять вот что. Либо t равно нулю, это из произведения равно нулю, либо t в кубе плюс t минус единичка равно нулю. Хм, кубическое уравнение в общем виде может иметь аж три корня. А что по поводу нашего? Подключим школьный матанализ. Сведем функцию левой части уравнения и найдем ее производную. Оказывается, что производная для любых значений t положительна. Супер, значит f монотонно возрастает. А это значит, что наше кубическое уравнение может иметь только один корень. Ну хорошо, а где же этот единственный корень? А вот смотрите на координатную плоскость, я покажу. f равно минус единичке, а f от одного дает плюс единичку. Что же все это значит? Да то, что наша функция, будучи непрерывной, пересекает ось абсцисс только в одной точке, где-то от нуля до единички. То есть наше исходное уравнение относительно β имеет два корня. β равно нулю, и для таких значений мы получаем c равное d равное единице, либо β равно какому-то числу от нуля до одного. Значит, c может быть от одного до трех, а d от одного до двух. Но если d от одного до двух и d равно c, значит, c тоже на самом деле не больше двух. Теперь мы понимаем, когда возможна ситуация а равно b, b равно c, которое равно d. Это только если все они единички. Отсюда легко находится α, легко уже нашлись давным-давно β. Вот такая вот сочная, красивая задача. Все, кто ее одолел, большие молодцы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова